Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сегодня у нас 22 декабря 2015 года. Самый короткий день в году. Сейчас постоит немножко. 25-го уже воробинный шажок будет. Вот такой день. Было 9 дней назад, я их не знаю, Колесникова Николая Иоанна. Говорят, а вы сделайте такую тему, чтобы на каждый день было. Вопросы, пожелания и события дня. Ну и чтобы вопросы могли задавать. Я четырех слов сделал, ладно, задавайте вопросы. Теперь у нас уже 10-е, ни одного дня пока не пропустили. Вот из этого только заключите. Те, которые там нападают, за нами гоняются, что-то говорят. Что они за 10 дней могут показать? Нет. А у нас каждый вопрос, это новости, час. Так я выбираю еще. Это совсем не большая часть того, что мы здесь говорим. Ну, у нас ресурсов-то у меня немного. С контактов что-то тут забрасывает администратор, модераторы находят. Сейчас желаю всех перетащить непосредственно на наш форум. Я отвечаю, и они тогда им опять перекидывают. Я всех прошу высушить, что дальше я написал. Считай. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассников, из других ресурсов администраторами и модераторами на наш форум, а потом возвращаемые ответы к вопрошателям, теперь видны на нашем видеоканале. Надо в видеоканал. В видеоканал очень легко. Вы зарядите на Ютубе открытым оком во свете Библии Игнатия Лапкина. Открытым оком во свете Библии Игнатия Лапкина. Больше не надо. И сразу зайдете. Ну, а дальше там уже, вы уже на этих просторах. Там более четырех тысяч наших видеороликов. Наших. Ну, это понятно, что это ни два, ни три. Я даже не знаю, сколько там у Кураева, у Осипова, но намного меньше. Не потому, что я там вот гигантизм начинает говорить, потому что я переполненный как источник, как вино, говорят, которое прорывается наружу. И притом темы мне дают и друзья, и враги. Вот они нападают, я бы не делал. Вот выходят новые люди. Да мало ли еще там, я не знаю, может это, люди, они, говорят, не умеем пользоваться компьютером, то другое, компьютер при чем, я не знаю. Но дети нам показали как. И мы, говорит, только смотрим у вас здесь. Вот сделайте такую тему. Я их благодарю, что тему открыли. Я их не пренебрег. Ну, там, значит, я их не знал, но зазомбировал как-то, сумел зазомбировать. Как враги мне говорят, я гуру, я такой гуру. И туда щупальца простер. Я не знаю, в каком городе они. Ну, я действую на весь мир. Как один тут священник вышел, и на кафедре, в храме, называет меня по имени, что категорически запрещено. И Златоуст говорит. И причина какая, объяснит. Чтобы не сделать более наглым. А он, Игнатий, вот такой, у него там столько денег, он, а у меня пенсия ж бомжа. 6 524 рубля 3 копейки. Мне работать не давали нигде, только где-то на подхвате. Потому что я заключенный, был зэк, ненадежный для государства и прочее. Ну и что? Закупил всю прессу, телевидение о нем показывают. По эфирному времени я был первый в Алтайском крае. Первый. И что писали об этом? Ни профессора, ни депутаты столько времени эфирования получали. Три радиопрограммы еженедельно. В воскресенье, часовая, прямой эфир. Ну что это значит? Могли разоблачить гуру? А не могли. Потому что я успел зазомбировать всех. ГТРК зазомбировал. Останкина зазомбировал. Ну, какие тут есть еще? Все СМИ, где газеты, журналы обо мне пишут, человек года и прочее. С фотографиями, на телевидении. Ну, вот такую мне силу дал Господь зазомбировать всех. И вас сейчас я, конечно, зомбирую. Прости меня, Господи. Я до того не люблю это слово, но они меня вынуждают сказать. Ну и вот появляются за это время новые материалы. Ну и посмотрите. Теперь что нужно будет? Вот в открытым боком и тема вот такая. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. Вот вопросы. Я это все и ставлю в Ютубе, а потом переношу на свои ресурсы. А у меня есть ресурсы. Это вот мой мир. Это очень хорошая система. Я ее считаю... Раньше она была вообще недосягаемой. Но, видимо, тут прихлопнули, нельзя рассылать. Можно было на 5000 человек одновременно послать текст. И до 20, до 12 фотографий. А сейчас, и даже сейчас она все еще лучше. Вот я переношу сюда. Что это? Как тема называется? Номер 9. Вопросы, пожелания и события. Задавайте вопросы. Картинки не я выбираю. Это выбирает сама система. Если они там появляются где-то. Ну и дальше. Что у нас идет? Тут с кем я разговаривал? Это все с Ютуба. Батюшка читает проповедь Антония Сурожского. Второе, что у нас есть. Сразу показать. Это вот наш видеоканал. Как он... Видите, как он выглядит. Я ничего не соображаю. Это люди сделали. Я их зазомбировал. Они ко мне приехали и сделали. Бесплатно. Бесплатно. Это люди, как правило, с красными дипломами. Все, которые помогают мне. С высшим образованием. Программисты. Ну, я их заочно зазомбировал. И все. Сколько у нас сейчас уже подписчиков? Две тысячи шестьсот двадцать шесть подписчиков. Просметров... Просмотров сколько? Просмотров один миллион семьсот сорок девять тысяч девятьсот три просмотра. Ну, вот это... Значит, зазомбировал. Они идут и идут. Окаянно заставляет такие поганые слова говорить. Ну, никак ничего не сделаешь. И потом, что у нас тут есть еще? Православный форум Игнатия Лапина. Ну, вот на него теперь вы, кто слушаете, кому что-то нужно, сюда заходите и, ну, зайдете в начале, где там... Можете прямо зарядить и... Вот только зарядите. И там написано, как пошагово зайти. А что-то писать, зарегистрироваться. Очень удивительно сделан этот. Я считаю, наш форум несравненно лучше тех, которых я знаю. Там по тематикам войти. Вот здесь, смотрите, вот где храм Христа Спасителя, тут макушка его. Вот личные сообщения, кто мне пишет, они появляются. Можно написать. Тоже возьму и отвечу. Дальше фото, а потом новое сообщение. Вот новое сообщение. Видно, нет. Если толкнешь, на самой последней странице будешь. А вот последняя страница. Что, вопросы? Вопросы Игнатия Тихоновича, на которые люди ждут ответ. И дальше? Вопросы, собранные из разных мест, и туда же разместятся ответы. Вопросы Игнатия Тихоновича. Какая страница сейчас идет? 318. 318. И вы понимаете, одна страница, а там могут быть 10 и больше. И умножьте на 318. Это только по одной теме столько. Значит, интересно людям, что бы они тут последствия. И потом, когда нужно найти, что-то воздействует общий поиск. Не поиск по темам, а общий поиск. На него только толкните. Ткните, но я не хочу сорваться с этого. И сразу рамочка, заряжайте что-нибудь. И вот теперь мы дальше продолжаем. Я показал как. Вот вчера только, вчера говорю, ну за день я беру. Бывает вчера, что сегодняшний, но ровно день. Юрий Соболев. Ну я объяснял уже, кто такой Юрий Соболев. Город Красноярск, преподаватель государственной академии, государственном университете. И ведет занятие, катехизацию при епархии Московского патриархата. Чтобы, ну знали, а что это за человек, а кто он такой? Ну он не скрывается. А кто скрывается, там значит нет. Он маску надевает, и мы знаем почему скрывается. Там есть что скрывать. Он никогда не скрывается. Удивительное дело, Игнатий Тихонович, начал минут 5-7 назад писать вам письмо о причастии и о знании Евангелия, как вы, но решил, что чрезмерно злоупотребляя вашим временем, и стер начатое. А вы тут же, как вроде в укор, прислали письмо Михаила Кальмаева, где он говорит о том же. Понятно. Он все время говорит. Мы едем с женой и разговариваем о воспитании детей. Ну поговорили, и она жена расположена, я еще не видал ее. А он узнал обо мне в одной из выступлений. Кураев говорил, а кто самый знаменитый в России, там, миссионер. И называет меня, я знать про это не знал. А он-то это узнал, слышал, там, слушатель был, стал разузнавать, вышел на меня, выписал все книги. Это 24 с половиной тысячи надо отдать было ему. Ну, 38 томов. Каждый том, 752 страницы, того стоит. И вот он теперь говорит, вот едем с женой и говорим. Я, говорит, прихожу домой. Так, наугад, мои проповеди, там, от проповедей, это 1300 проповедей моих. Точно та проповедь с того самого места начинается, о чем мы говорили. Все время, говорит, так. Вот и шли, разговаривали, там, о чипах, там, вот то другое. Интересно. А как же Игнатий об этом говорит? Прихожу домой, говорит, ложусь спать, говорит. Опять включил. Включил. Точно то место. Его не найдешь где. И это уже десятки, десятки раз говорит. Вот о чем только говорим. Прихожу раз. То есть кто-то за меня там работает. Ну, почему? Зазомбировал. Ангелов зазомбировал. Тьфу, стармота. Вот такие наблюдения. Так вот, такие наблюдения. Не касаясь канонов и прочего, поставлю вопрос в открытой форме. Тема опасная, поэтому без всяких финализаций. Почему современные православные христиане, обладающие большим духовным опытом и такими же большими знаниями, говорят о редком причастии? А те, кто не обладает ни тем, ни другим, ратуют за противоположное. То есть за частое причащение. Это серьезное разделение. Частое. Нигде в Библии слова нет о причастии. Христос совершил одно причастие. Одно. Единственное. Иоанн Златоус об этом говорит. Не одобряем несчастье, нередкое бывает там в два года один раз причаститься. Главное, ты это признаешь, как Мария Египетская один раз за 47 причастилась. Этого достаточно было. Достаточно. А если кто-то согрешает, вот не допустить до причастия. В этом у церкви все каноны были. Не допустить. Вот человек колдовством занимался. Ну, Кашпировский. Он вот покаялся, я виноват, я сатаной был. Церковь принимает покаяние. Но если это он был уже крещеный, христианин этим занимался, в стадии христианина. А моченый-то считается крещеным и все. Канон. 18 лет не имеет права вам. И делится на 4 категории. Первое, не заходить в храм. Четвертая часть времени. Второе, припадающий. То есть все время там на коленях падать. Дальше разрешается заходить в храм, слушать. И последнее, ну если, допустим, 10 лет по 2,5 года. Куб настоящий. То есть с верными стоять до конца. Приоглашенные, извините, не выходить, но не причащаться. Вот как. Аборт сделала женщина. Сделала. Когда будущая христианка, будущая крещеная, моченая хотя бы христианка. Хорошо. 10 лет. Василий Великов. Правило второе. Нигде не исполняется. На меня нападают. Кто? Все патриаршие. Да вы займитесь этим. Вам нечем больше заниматься. Сатана вокруг меня крутит. Я называю их кодло. Кодло это разбойная мафия. Как комсомольская правда писала. Говорит, самая страшная у нас в стране мафии, это церковная мафия. Хуже Коза Ностра. Ну и что? Так вот, пускай этим займутся. Пусть они по канонам начнут жить, чтобы священники не ставили раньше 30 лет. Им рта раскрыть нельзя. Сплошь нарушают. Я назову только всего 5 причин. Чем это сказать? Пунктам, по которым пусть займутся. Им будет не до меня. Второе. Уберите торговлю. Из храма, из церковной ограды. Да никогда вам этого не сделают. Потому что вы Бога не знаете, Библию не знаете. Это дельцы от религии. И нашли такую кормушку. Да Христос порол два раза. Что непонятно. Любящий Бог, который никого не задевал, когда был на земле. Единственное, на кого поднял руку он, только торгаши церковные. А они где? Ну нигде, ни у баптистов же, ни у адвентистов. Ну где? В православной церкви. Главное торгаши. Еще с тарелкой один раз на другой. Да идут один за другом три человека, и все с тарелками. То есть глаза просто желтым цветом горят. Дайте денег, дайте. Берут за таинство, за крещение. Это симония, как патриарх Алексей говорил. Это самая настоящая симония. За венчание. А таинство все искажены. Венцы держат над головами. Причащают подряд всех. Где же он мочен был? Мочен, 40 лет назад не заходил, бандит настоящий. Причащат. Ты крещеный, крещеный. Все, рот развивай. И счастье, исповедуйся, причащайся. Я вот с этим говорю. Пусть вот это сделают. Пусть соглашенные из Эдити выполнят это. Им не до меня будет. А у нас это все выполняется. У нас ни торговли, нет ничего. А они нападают. Самые неугодные слова, какие есть в православии сегодня. Слушайте внимательно. Лживые слова. Которые разрушаются. Это каноническая территория. О ней ничего Христос не говорил. Где идите по всему миру? Вот в Барнауле есть столько-то, столько-столько. Ну, допустим, город Томск. 60, как пишет Степаненко Максим, 60 разных, как называть, динаминаций. Это нет слова. Это демонизация. 60 разных еретиков. Вот как нужно говорить. Еретических организаций. Почему они не борются с баптистами? Не борются с адвентистами. Иначе она тут что-то хозяйничает у меня. Ах ты, смотри, она оторвала. Ну-ка беги, играй. Ну ладно. Время, деньги тут написано, чтобы больше двух минут не разговаривали. Каноническая территория. Какая? Если это ваша каноническая территория, ну, допустим, город Томск. Ну, твоя каноническая территория. Каждому священнику дайте одну улицу, один проспект. Это означает, твои люди здесь, в каждый дом, и пока всех не обратишь, в каждый дом, в каждую квартиру. Да нет нигде этого. А вот они сидят на карте и делят, как мафиозные структуры, где кому какой базар отдать-то. Они разделили, теперь бьются за это. Самые строгие каноны, это не прикоснись к территории. Самая настоящая мафиозная структура сегодня борется за церковные деньги. Ну, что в Софрино делается? Это миллиарды, нечистые свечи, что только не идет. Я сказал, я не посягаю. Нет, нет, нет. Мы не покупаем там. Конкуренции не составляем. Не умирайте от страха. А там ордена получают. Всякие фигурки, статуэтки, крестики, что угодно делают. Что угодно. А там людей сколько задействуют? А если вы пошли проповедовали чистое Евангелие? Почему они ни с кем не борются? 60! Это сколько людей там? Ну, пойдите к баптистам. Это каноническая территория ваша. Почему вы к ним не претендуете? А баптисты-то не одни. Еще там Совет Церквей, адвентисты, а мормоны, а Нью-Эйджи. Сколько чего там только нету. Хаббарда. Ну, и начинайте работать. Никого не трогай. Только меня. Почему? Мы в православии. И мы освещаем истину. А вот то, другое надо. Ничего не надо. Идите и проповедуйте. Благовесно. Нет канонической территории. Куда бы ни пришел Павел, везде его каноническая территория. А там Петр был в Риме. Ну, он и к римлянам пишет. Так Петр же в Риме. Да никто понятия не имел из апостолов. Где бы ты ни был. Ну, а едет человек, евнух, и он к какой канонической территории? Приехал домой. Эфиопия стала слышать. Ничего еще не знает. И что дальше? Идет и проповедует соседние страны. А каноническая территория ни мусульмани, ни баптисты, никто не знает. Это православная ложь. Правильно? Если каноническая территория тебе отведена, ты теперь отвечай за нее. Делайте, оставляйте, все. Но только теперь смотрите, за всех вы ответственны. А они никуда сидят дома. На карте нарисовал. Теперь как? Тебе один район отдаю, образуем, поставим священников, епархию разобьем на несколько частей, и везде строят теперь епархии. Деньги, 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 деньги. И все трясутся. Корысть и трусость. Трусость, корысть. Главное болезнь церковная. Не смотрите, что я громко разговариваю. Это интонация. А то он говорил, он сердился там. Мне не надо сердиться. Мне нужно учиться плакать о своих грехах, о своих. И кто попросит? А меня целый день просят. Вот чем заниматься. За день только, за день. Дальше. Когда они говорят, окормляет. Более поганого слова нельзя придумать. Ну, откройте словарь Ожегова. Посмотрите, окормлять, значит, перекармливать. Второе, запятая, отравлять. Я понял, так это же знак Божий. Это они отравляют людей. Не достойно причащающиеся. Что? Многие больные немало умирают. В том, что больницы забиты и виновны священники. То, что кладбища растут, как грибы, священники виноваты. Подряд всех причащают. Почему? Согласно Слову Божию. Всех причащает. И вы видите, стоит. Кто не причащался? Кто не причащался? Церковь заботилась об одном. Как бы отлученного за грех не причастить. Оглашенные из идити и проверялись. Грешники, которые отлученные за грех, готовятся к окрещению. А потом дверь и дверь. Это означает, что диакон обязан пройти. Не один диакон. Там шесть диаконов было в римской церкви. И проверяли, чтобы чужого не было. Чтобы случайно кто не прикоснулся к причастию. А здесь наоборот все перевернули. Кто не причащался? Почему? Это рычаг управления. Я не причащу, и ты сдохнешь под забором. Да нет этого. Вот ты меня отлучил незаконно. Незаконное отлучение памятного отлучающего. Второзаконие 19.19. Они не писание не знают еще современное. Это редко где. И так, чтобы правильно проповедовать, нет. Вот у меня здесь на сайте, я еще не показал один ресурс. Наши ресурсы, они просто огромные. Вот показал тема, вот, форум. 1587. Вдумайтесь в это. 1500. А это столько страниц там. Ну, любая тема, какую бы ни взяли. Ну, вот еще. С чего началось у нас? Один ресурс. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Здесь 50 книг голоса моим насчитан на аудио. Они за мной гоняются. Ну, я их если найду, они все под никами какими. У меня открыто все говорится. Все. Вот все книги мои, вот где найдете, скачать можно. Новый Завет с толкованием. За 2000 лет такого Нового Завета не было. С откровением по всем святым отцам. Ну-ка, дай его сюда покажи. Вон, вверху, три тома. Сними-ка сюда, покажу. Эти книги мои видели даже в библиотеке у Путина. В библиотеке они Ленин, в исторической библиотеке. Только в Москве, в парламентской. Вот. Где? Один, два, три. Вот оно как выглядит. Видите как? Посмотри, с этой стороны. И все закладки. Все с закладками. Ну, тут закладка не с той стороны вышла. Вот. Как оно выглядит? Смотри. Каждая книга 752 страницы. По благословению. А кто благословлял? По благословению Преосвященную Евтихия. Епископа Ишимского и Сибирского. В будущем он, когда тут канонический акт был принят. Акт канонического общения. Он стал у патриарха Кирилла Домодедовским. На пять лет. Теперь он уже на покое. Он как настоятель Богоевленского храма в городе Ишиме. Вот. И кроме того, в каждой книге 80 страниц. Иллюстрации Юстава Доре, раскрашенные нами. И теперь где обращаются наши... Почему никто этого не делал до нас? Ну, за 130 лет могли бы сделать. Нет. Все до одной картины. И полный лист. Вот они идут как. И кроме того, еще 10 из классики. Вот четвертый. Подержи маленько. Никита. Вот смотрите. Показываю последнее. Потому что здесь я даю 297 комментариев. Комментарии не толкований. Это лжецы говорят, я толкую. Толкование блаженного фефилакта. Толкование на весь Новый Завет. Видите, картина. Явление Христа народу. Да с Христос самарянкой беседует. Это 10 картин из классики. Вот. Пострик великий. Иван Грозный убивает сына. Почему? Потому что я упоминаю об этом. Ну, это крестный ход. Пьяный поп идет. Один уже там завалился. Вот с чем Россия пришла к революции. Ни одна религия в мире не терпела. Религия называю. Религия. Потому что это никакая не вера была уже. Религия. Что было? 1543 год, кажется, в Бизантии. В 1917 году в России. И ничего не поняли. Всех в Бутово. Подряд все головы летят. Пришел дядь Каленин. Открывайте ворота. Они ехали при дверях. А они за мной гоняются. Страна на грани полного распада. Горит со всех сторон. Они ничего не понимают. Они бешеные. Почему? Часто причащаются неприготовленные. Нечастое причащение виновата. Полная неподготовленность. Ни канона не высчитывает. Ни допричастные. Ничего этого нет. И живут как свиньи в грехе. Во всем повинны. Главное только угодить священнику. Акунан благословляет. Феофан Затворник говорит. Священник говорит. Благословляю. А Бог говорит. Не благословляю. И что там будет утверждено. Вот теперь мы и смотрим. Что у нас получается. К первым отнесу вас. По поводу редкого причащения. Профессора Осипова. Отца Геннадия. Не далее как вчера слушал его лекцию. В которой он сказал. Почти дословно. После первых веков христианство сильно стало крениться в сторону крайней духовной аскетики. Часто регулярное причастие перестало быть нормой. Пустынники и аскеты не причащались по несколько лет. И ничего. Ничего. По нашей жизни. Вот я причащился. Вот теперь уже полторы недели назад только. Вот в это воскресенье причащались. Посмотрите как у нас люди причащаются. Как одеты. Как кланяются дети. Как поют. Ну покажите мне хотя бы три прихода в России. И за рубежом вместе возьмите православие. Чтоб такой порядок был чинность. Василий Великий говорит. Порядок дороже богослужения. Сначала наведи порядок. А потом служи. И когда император Валент Еретик пришел к Василию Великому и посмотрел. И говорит. Такого порядка я у себя не видел. Почему? Бог установил порядок. У нас чинность служения. Это так поразило царицу Савскую Соломона. Я еще хотел сказать. Вот представьте. Нам звонят с Останкина. Но мы плохие. Зазомбировал я Останкина. И они говорят. Игнатий Тихонович. Прилетела директор Кэстонского института. Из Лондона. Ксения Деннон. Узнала о вас. Прилетела на Останкина. И сейчас мы готовим целую тут экспедицию к вам. Вы примете? Ну спросите. В какую? В такую глубинку? Из Лондона? Да, из Лондона. Но не мое это определение. Что я ее там зазомбировал? Это понятно уже. Итак, я гуру. Ну и распустил свои щупальца везде. И она приезжает здесь. Удивительная женщина. И дальше она сдаст материал такой. На русском языке. На английском. Она напечатана будет. И говорит. Мне и в половину не рассказали, что я слышала. В половину не рассказали. Ее так это подвигло, чтобы прилететь. И кто? Профессор психологии прилетает. Психологии. Живут по неделе здесь. Как так? За один месяц. Ребенок наркоман там какой был. И совершенно другой. Вы... Где вы учились в этом? Я нигде не учился. Специально. Я просто брал самое лучшее. Из австралийского, из японского, новозеландского. Где какие? С детскими лагерями. По скаутским лагерям в Америке ездил. Я увидел. Их воспитатель даже в лагерь бы не запустил. У них нет таланта, нет призвания. Вот я не такой попутно сказать. Вот получаю я. Приезжает заместитель какой-то там главы администрации города. Лично. Позвонил. Вы дома будете. Я должен вас увидеть. Зачем им это нужно? Ну живу-то я здесь не один день. Ну минимум 35 лет. И что тут написано? Даже это прочитай. Уважаемый Игнатий Тихонович, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Спасибо вам за ваше желание работать на благо родного Барнаула. Пусть ваша энергия и оптимизм, жизнелюбие и несокрушимая вера во все самое лучшее сопровождают вас. И искренне желаю вам счастья, здоровья, радости и благополучия в городе, в котором вы живете. С уважением, заместитель главы администрации и руководитель аппарата Фризен. Фризен Петр. Это был большой начальник, я не знаю какое его звание, краевом управлении милиции. Ну мне, понимаете, о чем бы ни коснулось, вспоминая. Я шел к вокзалу и гляжу, киоск небольшой, я подошел там, глянул, порнография, прямо совокупление все. Я говорю, а как это вам? А сейчас все разрешено, свободы, не знаю. Я взял трубку и позвонил. Такое-то, такое-то, они меня знают, я вел у них занятия регулярно во всех отделах милиции, краевом управлении. Там могли разобраться, кто я? Не разобрались. Всю милицию зазомбировал. И не разобрались. Я утром пошел, думаю, мимо еду, пустое место, никого нигде нету. Они краном приехали, подцепили и уволокли. Я спрашиваю, где этот киоск был, ой, тут что было, тут милиция понаехала, кран. Это Фризен, это замечательные люди. Это еще время только перестройки начиналось, маленько как-то пораньше, еще до 91-го года. Вот откуда он меня знает и присылает, поздравляет. Еще пока в Барнауле не нашлось ни одного человека из властей, ни в университетах, 5 университетов. Только в одном я 17 лет преподавал. Ради программы, милиция, во всех отделах милиции. И никто не разобрался, что я не православный. А эти разобрались, которые не видели там в Кызыле какой-то сидеть там один. И он разобрался, что ему надо сейчас скорее на волне на этой, на Игнатия Лапкина построить карьеру. Не получится, не получится. Вы будете отскребаться от сегодняшних дней. Потому что, ох, какая коварная, нападает, смотри. Вот такие вот они на меня нападают. Это она нападает на мать свою. Да-то он. Да-то он уже поднялся. Она его соблазнила, во. Варнак такой. Она сидит там под этой. Ну дальше. Следующее. Второе. Думаю, что если бы мы знали священное писание, труды святых отцов, каноны и историю, как вы, исключительно на уровне чистых знаний информативного плана, все мы были бы единомысленны. Брат Максим специалист, психолог, практик. Серьезный мужик в хорошем смысле этого слова. Уважаю его. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Или это совпадение, или часть некоего общего плана. Мне стали все чаще приходить по интернету вопросы по вашу душу. По вашу душу? Как обо мне заботиться? Всех благодарю. Спаси Христос. Иначе бы закис без вас. Для того ищу, как говоришь, чтобы карась не дремал. Но главное, чтобы по мере сил дает Господь. Подбирается ли, подыскивается, или искренне интересуется. Не знаю, но события в последнем времени заставляют быть настороженными. Я хочу сказать всем, которые слушают, ну, пожелание мое. На русском языке синодального перевода, возьми псалтырь, вот здесь вот покажи. Вот. Вот такие вот можно выписать. Псалтырь. Вот он, псалтырь. Это наша книга. Молития. Мы каждый день молимся по ней. Видите, какой крупный шрифт. Вообще чудесно. И вот найдите, когда будете молиться, ну, для себя просто возьмите. 118-й псалом. Самый большой псалом. Ну, разбейте на три части. 18-й экофизм. И считайте. За три дня, или за раз, просчитайте. Больше ничего не надо. Чем надо заниматься? Здесь 175... 176. 176. Стихов. А я вот словом, как храни, так, спасение Твое уповаю, Господи. Заповеди Твои, это означает Святая Библия. Душа хранит откровение Твое, это Святая Библия. Дальше, Повеления Твои, Святая Библия. Так здесь 176 стихов. А если так понимать, Слово Твое, это Библия Святая. Это 185 раз Слово Библия. И вот считайте этим, вам будет не до меня, и вы увидите, кто вы. И тут говорится, ну, псалтырь-то это самая трудная книга для толкования. Почему у Яна Златоуста, самого плодовитого отца церкви, 12 томов только сохранилось, томов. Томов, там по 850-900 страниц. И самый высший этот проповедник, самый плодовитый, но у него самое-самое, это пятый том толкования псалтыри. Но там не все утерянные были. И вот толкование на 118-й псалом какое. Там Зигабен, другие толкуют. Здесь 118-й толковать не надо. Толковать, порази врагов, а у христиан нельзя об этом молиться. Речь идет о бесах. А тут не надо ничего, только о Библии. 118-й псалом. И если бы, которые нападают, считали, они бы, ну просто, их не было бы. Они с собой-то не занимаются. Ну сегодня мне написали, кто-то что-то о нас сказал. Ну пройдет год-то, даже не вспомнится. Через год-то сколько будет событий-то? Еще впереди у нас 22 июня будет. Вы не забывайте, что впереди будет-то. И не до меня это будет-то. Ну сегодня драгоценное время, куда тратят-то? Вот сейчас я каждый день выставляю новые материалы. Новые за день. А они все вместе не могут еще поставить. Почему? Потому что злоба отнимает разум. А Таисидор Пилосиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Я о них молюсь. Дальше. Нехто я... И знаю, что люди не любят, чтобы было... Я просто буду назвать некто, но другого по-другому назову. Люди не любят, когда зачитывают и показывают их письма. Думаю, не стоит делать такие передачи, а то вам перестанут писать. Вот видите как. Все, которые письма мне пишутся, выставляются здесь. Я их считаю. Просьба. Одну удовлетворяю, другую нельзя. Да Бог не может сделать для всех одинаково. Одни просят солнца на пляже, а другие просят дождь на огород. Ну кому Бог может угодить-то дальше? Я отвечаю. Ладно. Всегда на развилке идущий вперед может оказаться. То есть на развилке идущий вперед, то есть всегда перед ним дорога раздваивается. И налево пойдешь, направо, в сказках говорится, дальше. Налево пойдешь, станешь лицемером и сдвойным дном, ущербным выцеживанием под нрав, угодником под каблучником. Налево тропа всегда более торная, бескомпрометность, наживает врагов, и потери не до конца проверенных друзей. Они боятся, чтобы, даже вот записываем кого-то, и боятся, чтобы не выставили ролик, трясутся. Надо урезать что-то, убрать, ну не надо это делать. В моих книгах все, что обо мне говорили на суде, самые поганые, которые были свидетели, самые худшие, когда меня судили, священники. Интересно, священник Михаил Федорович дает, кому не самое хорошее, священник, так сказать, замначальника, а священник тоже Михаил Федорович, и дает самое нехорошее, и оба Михаила Федоровича. Интересно, это вот так. А направо путь скорбей, поношение от волчьей кодлы. Это путь, на котором кровавые капли и следы от израненных ног, уже прошедших за Иисусом Христом. Это я отвечаю им так. Это путь скорбей узкий и тернистый, бескомпромиссный. Кому не нравится, что их письма делаются более известными и приносят ощутимую пользу людям, тот отойдет. Это тоже проверка, как говорит Василий Великий. Матфея 15, глава 12 стих. Когда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, сие соблазнились? Он соблазнились, соблазнялись Христом, но соблазнились-то, но не на вас же Христос-то. А он что на это сказал? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искорениться. Искорениться, отошел, это не моя забота. Другие не отошли, иначе бы все отошли. А люди каждый день новые и новые прибывают. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Никогда не говорите, я не знал, а священник рукой мог рассказал, а то он отвечает, отвечает, но оба упадут в яму, оба. И этот лже-креститель, лже-то к церкви относится, они ко мне. Лже. Я не лже. Я лже-проповедник. 53 года и лже. И в этом не разобрались ни милиция, ни университет, ни радио. Никто не разобрался. А вы разобрались? Это новая кодла подрастает из семинаристов. Кодла. Самая настоящая, это банда церковная. И что дальше будет? Об этом говорит Андрей Кураев. Он вчера новый мастериал, мне их скинули. Новый, прям вчерашним числом. О гомосексуалистах-архиереях. Что они делают? Ну не я же это делаю, вы. А что нужно? Извергать навсегда. Нет, они с места на место и прикрывают. Ну то есть голубое лобби. Да до меня ли вам лезть это, когда за мной вообще ничего нет? Меня проверяло КГБ. Неоднократно я у них был. Через это ведомство меня протаскивали по трубам ГУЛАГа. Вы-то сидите на своих дрожжах, пока у вас жены, и спишь с открытым корытым ртом. Мой рот запечатывался на неделю, ни крошки, ничего нету. И меня Бог вывел. Вы еще со мной. У меня другой запах, чем от вас. Я прожаренный, мелко нашинкованный был. Ну не такое, но это. Дети сказали один раз, да, я грешник, я еретик. Ну и все, на этом не могут. Всем показать, всем вы не покажете. Вас проклинать будут потомки, кого вы отвратили. Они, которые даже ушли, они сейчас ничего не имеют. Они вокруг ходят и... Ну прийти только, я говорю, если пришел, там был, а от нас ушел в патриархию, а потом назад, мы ставим одно условие. Тебя там не отлучали? Ну это просто спрашивай дальше. Ты когда ушел? В сентябре. В какое число? Такие, заметьте, а зачем нам нужно? Затем. Я вас спрашиваю, сколько там было? Восемь месяцев. Платил десятину? Нет. Иди обратно, отдай священнику патриархийному за восемь месяцев. Ну кто так делает? Если мы зомби, я под себя бы гуру держал. А куда посылаю? В московскую патриархию всех. И которая обращается всех давно, 53 года туда посылаю. Это благодатная церковь. Но неблагодатные, это сказать, неблагодатные помосты извращают мысли людей. Дальше. Некто. Он мне в ответ говорит, этот некто. Есть мертвое слово и есть живая любовь. На этой развилке дорога очевидна. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание празднится. Игла. Игла-то. Игнатий Лапкин. Сокращенно. Я даже из этого делаю проповедь. Что интересно. Игла один раз только встречается в Библии. Только один раз. Одно слово только. Слова мудрых это иглы и гвозди. То есть мои слова сшивают. А дальше что? Ну, игла, да будто бы ничего. Да нет, еще что-то есть здесь. Я нахожу в этом. А почему? Слово Лапка, Лапкин, не Лапин, а Лапкин. И слово Лапка в Библии тоже один раз встречается. Лапками паук сцепляется, но бывает в царских палатах. И у меня нет ни образования религиозного, ничего нет. Но через интернет, через книги. Ну, Лапка, ну, великое ли дело, там, книг каких-то 38 издал. До конца вселенной дошел. В царских палатах. Книги в царских палатах у Путина стоят, у Медведева, у Патриарха. Это мне уже показали. Дальше. Мертвое слово для мертвецов. А если слово и мертвецов поднимает, то это живая вода. Вот и все. Вот как определить надо. Феофан Затворник сильно укорял Иоанна Кронштадтского за его жизнь, что мечется на рысаках. Надо как бы сидеть тихо, писать книжки. На что и на все другие укоры Иоанн резонно не смолчал и ответил, что дело и время покажет. Вот и все. Я всем отвечаю. Утишьтесь. Вы же причащаетесь часто. И считаю, что которые знают, и они говорят, часто причащаются. Почти никого не знают, которые вот так вот неподготовлены. Нечастое причащение неподготовленное. То есть живут во грехах. Они как бесноватые. Совершенно невоздержанные, не разговаривают. Вот хамье ужасное. Это вот один из примеров, такие вот, которые сейчас из Казыла там нападают, не хочу называть. И так называемый Цариона Пантеева. Что с ним? Теперь уже, ну, видят, это хулиганье, это провокаторы. Это новые гопонята подрастают. Вот как надо отвечать. Поэтому я и делаю. Некто на этом не отвечает. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Игла. Благодарю сердечно за выдержки из Святой Библии. Как раз и к месту подтвердили, сказанное мной выше. У нас сегодня утро минус 18 градусов. Окна замерзли. Ребята-братья уходят на биржу труда, искать работу. Как правило, снег убирать в кочегарку. Бог им в помощь, ответ. Да. Игла. Сработать тут непросто. Так что просим, дорогой наш брат, помолитесь. Ибо ваша молитва не простая, а усиленная скорбями, тяжкими и терпением чудным. Яков 5.16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Некто. Уже помолился. Если бы я соответствовал этому званию, Господь открыл бы ребятам то место. И что интересно, ну и чем закончил вчера, ходили? Ну ходил-то, Володя, ты искал, нет? Нет. Нет. Ну и что у тебя с работой? Ну вот документы мы на проверке должны в течение трех рабочих дней перезвонить. То есть, что ты не провокатор тут, не засланец из украинской армии, как говорят? Ну да, там не заключенный бывший никто, он не проверяет. Сколько проверка будет? Три рабочих дня, говорят, проверка. Ну. Ну а где работать, сказали, можешь? Ну это хлебопекарня, хлебофабрика на улице сельскохозяйственной. И там дворник. Дворник? Дворник. Ну вот. Там может быть какие-то тебе льготы будут, может быть пережженный хлеб там, или корочка отломится. Вот мое. Да. Ну вот, вот видишь, как хорошо брату. Благодарю всех, кто молился за нашего Никиту Колесникова с Украины. Ушли вы же. Наказ. То есть я наказ братьям дал один. Чтобы в субботу и воскресенье были свободны на богослужение. Это главное. Так. Ну, пять-два графика, с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье. Ну и дальше. Алексей Матюшин. Назначь время, когда можно будет выйти с тобой на видеосвязь. Вот представьте, человек просит, я его хорошо знаю. Ну, он лезет ко мне. Ну, как я его зазомбировал-то? Я не знаю даже какое время. Я отвечаю. А тебе это уже ни к чему. Вот представьте себе, какой ответ. Каждое слово на месте стоит. Ну, он бы отстал. Это из другого государства, пишет человек. Не из России. Дальше. А вот теперь. Прошу тебя, объясни. Ради Христа. За что такая немилость? Не могу ничего понять. Не лишай меня общения с тобой. Прости, если что не так. Вот он лезет и все. Я не могу оттолкнуть. Это какое-то новое антизомбирование. Это антигуру какой-то. Он не к себе тянет, а от себя отталкивает. Я не могу ничего сделать. Они лезут на месте. А так они меня зазомбировали. Это получается тогда. А не я их. Он зазомбированный лезет и лезет на меня. Игнатий, ответь, я в отчаянии. Вот как дошло до чего. Ну, зазомбировался. А теперь меня зомбирует. Я отвечаю. Ты не знаешь? А за что такая твоя немилость к моему времени? Ты сам назначил встречу на воскресенье, две недели назад. И не вышел на связь. Проходит неделя. И ни слова, ничего. А я сижу, жду. Это для тебя норма? Мне это совершенно не подходит. Зачем тебе разговор со мной нужен, если ты так пренебрежительно отнесся к моему? Итак, до предела сжатому графику. На нашем сайте 50 книг, аудио и многое-многое другое. На форуме 1580 различных тем. На нашем видеоканале более 4000 роликов наших. В ее мире только 18300 фото. Тебе этого мало? Я тебя с радостью ждал. И ты обманул меня. Обокрал. А то еще запись введу с кем-то, предупреждая, что мы все выставляем в интернет. И не против ли он? И он соглашается, дает добро. А потом начинает кваситься. Что не хочет, чтобы наш разговор был выставлен на ютубе. Ну и зачем мне такой неверный? Если он обманул меня однажды, почему я буду надеяться, что он не обманет меня дважды и трижды? Алексей Матюшин. Прости, больше этого не повторится. У меня покупной интернет. Закончился трафик. Остался только ночной. Игнатий Лапкин. Ну и когда и с кем не встречаться у вашей стойки? Понятно. То есть я его отталкиваю, но заканчивается всегда вот это мое такое грубое, как говорят там, отношение. Но это моя практика. У вас по-другому будет. Да я вам ответил, тебе это уже ни к чему. Понимаете, какая фраза? Ну и отошел бы. Нет, я знаю. Я знаю, что за этим последует. И так и получилось. Я говорю, уже знаю, сценарий как будет развиваться. Матюшин. Я поговорю с теми, кто ходит на занятия, чтобы нам вместе с тобой пообщаться. Они работают. С ними надо определиться во времени. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, я полдня сегодня в размышлениях обо всех событиях последних. Особенно жду и молюсь, как Господь усмотрит ситуацию с письмом митрополита Виталия и решение по этому вопросу. Ну может, я думаю, не Виталия, он имеет в виду Илариона, как правило. Ну может быть. Тем более митрополита Виталия я знаю. У меня есть грамота от него на всестороннюю проповедь. Я не знаю, в России есть у кого или нет. С печатью на бланке. На проповедь. Благословение. А где у вас благословение? Вот такое. Я уж показывал, тут снимок ее. Но так как я слушаю ваши проповеди, а это 2008-2009 года, я слышу ваши неоднократные слова. Мы вышли на огромную многотысячную аудиторию. Что за этим будет, не знаю. Прошу всех помолиться об этом. Вижу в этих сегодняшних эхо тех ваших слов. Действительно, последние 4-3 года сделали ваше имя широко известным на весь мир. Вас знают, смотрят, слушают. Соответственно, появляется много и друзей, и врагов. Это было прогнозируемо. Это сегодня неизбежно. Логически. Иной им и быть не могла сегодняшняя ситуация. Не был бы вас в интернете, никто бы не нападал. Никто бы запросов не делал в епархии и так далее. Но не может укрыться город, стоящий наверху горы. Не может свет не светить. Сегодня весь мир это интернет. И не быть миссионером в нем то же, что и прятаться за высокой монастырской стеной. Это награда ваша, Игнатий Тихонович. Молитвенно пребываю с вами. Прошу молитв о сегодняшнем нашем занятии. Дальше. Некто говорит. Игнатий Тихонович, вам не страшно, что эта троица, Кальмаев, Пупков и Дубунов, сотворили себе кумира. И пытаясь вам подражать, переходят все границы. Евангелие нас учит подражать наставникам, взирая на их кончину. Ну, не только. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это говорит наставникам, подражать во всем. А вот сегодняшнее, да. И смотрите на тех, которые видите этот образ. И живым подражают. Не ждать, когда он умрет. Он умрет, я буду подражать. Нет, конечно. Когда говорят, подражайте наставникам, это уже образец, это иконный лик будет. А сегодня подражайте, видите образ, который Павел говорит. Трижды об этом говорит. Вопрос об экзорцизме от незнакомой. Вот она мне говорит, вот ладно или не ладно, тут посмотрим. Мой ответ. Зайдем туда. А я говорю ей ответ. Что за гул и эхо? Зачем это? Явно, что не ошибка в записи. Но напущено это для чего-то. Употребление подобных эффектов для устрашения демонов. А крест лежит, там свеча горит, там. Но я отвечаю. Я отвечаю. Вот истинная молитва. Как надо изгонять демонов. Евангелие от Марка 1.25. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Это же нужно сказать и ныне. Марк 9.25. И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой. Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. Покажите это священникам и ни одному. И что они скажут вам? Михаил Кальмая. Игнатий Тихонович, мне не говорил, что нельзя выставлять. И почему ты боишься выставить оригинал? Ведь более и лучше раскрывают суть вашей беседы. То есть, мы беседовали, там один человек знакомый был, ну скажем, не сегодня, там в другом государстве, сто лет назад. Чтобы никому не обидно было-то. Ну он что-то там вырезал, что-то взял в вставке. А Михаил говорит, ну я за то, чтобы у нас вообще ничего не купируется. Вот говорили, как так и выставляем. Нигде, ни одной вставки не делаю. Ни разу, за всю жизнь. Ни разу, ни фотографии я не умею. Вот почему. Но мне нравится, когда вот кто-то делает, так оформляет, как фильм. Но Михаил-то говорит, дело. Надо выставлять и то, и другое. Который уже, он отработанный материал, вот как сейчас показывает, вот за кадром остались какие-то, ну снимает какой-то фильм. Его снимали. А что за этим было? Вот один день Ивана Васильевича там, или как называют, новая специальность, и вот показывает, как они там, что делали, какие кадры они вошли и прочее. Надо то и другое показывать. Вот это правильно. Похоже, что ты не хочешь, чтобы все люди увидели, и сами бы дали оценку, где правда, где ложь. Обрезаешь, делаешь ставки именно таким образом, чтобы Игнатий Тихонович выглядел не в приглядном свете, а себя наоборот хочешь показать лучше. Это и есть самое настоящее пренебрежение тех, кто будет смотреть. Пускай народ самоценит. Вот за это я стою. Поэтому в моих книгах это написано. Самые поганые на меня были, которые высказывали, я все напечатал. Отношения власти, поношения, названия. Я все, для слова Божия нет ус. Почему? Я уважаю своих слушателей и читателей. Ты боишься, значит в оригинале есть то, что ты пытаешься скрыть. Думай, что люди по оригиналу увидят, насколько правее и честнее Игнатий Тихонович в сравнении с тобой. Ты встал на сторону тех, кому правда по боку. Им лишь бы показать, что Игнатий Тихонович лжец, и этого они будут и добиваться любым способом. Пойдут на всякие ухищрения, чтобы достигнуть своей цели. И страстное желание убрать ролики, как Дудина, так и твои от глаз народа, Эти вы себя выказываете настоящими лицемерами и трусами. Но от Бога не скройтесь. Бог знает ваши тайны и мыслишки, и все откроется в свое время. И все узнают причину, почему все пытались скрыть. Беги, Сергей, от этих лжецов. Не губи вместе с ними свою душу. Игнатий Тихонович тебя любит и очень переживает за тебя. Ты ему приносишь страдания. Валентина Сартисон. Из Германии. Три часа назад снова был у меня. Это которые записи наши были. Хорошая беседа с одним священником-то. Но он сейчас против пошел, теперь старается все стереть. Но оно по всему миру уже разошлось. И в моем мире у нее там стоят, и в Германии он не понимает. И дальше она пишет что? Я занесла на свою страницу видеоролики, где у вас с ним идут мирные и добрые беседы. Похоже, что над ними кружится. Нет ему покоя несчастному. Я молюсь о нем усиленно. Были же ведь беседы мирными когда-то. Мир вам, Игнатий Тихонович. Дудин прислал мне 11 сообщений с требованиями удалить ролики с его участием. Угрожает судом и большими штрафами, ссылаясь на статьи Уголовного кодекса. Я в этом не разбираюсь и прошу дать совет ли, действительно ли это так. Приступал ли он к кому-нибудь, выставившему эти ролики? Спаси Христос. Эти ролики в моем мире. Как подзумок ставить я не умею и не узнаю, как заносить в черный список. Я смогла удалить его из друзей. Я тут немножко подумала и решила, что он блефует. Игла. Никаких штрафов и никто дать не может. Это он пугает. Я же просил вас занести его в черный список, чтобы он не мог зайти к вам. И ничего из этого уже не было бы. Они напуганы сатаной и у них ложный страх. Игла. Но могла бы мне сообщить, что не знаешь, как занести в черный список. Приступаем пошагово. Найди страничку этого человека, где он на фото. Если есть страница, где он угрожает, то и отсюда на первую его страницу можно выйти. В самом верху, где справа крестик, его маленькое фото. И там угольничек махоньки справа. Нажми на него и там выйдет надпись «Перейти в мир пользователя». Нажми на него и выйдет его первая страница с его фото. Теперь смотри в самый верх слева, и там стрелки есть. Я не знаю, как у вас, но это вторая сверху вниз, или третья строка, на которой его личные данные зашифрованы. Код. Его нужно скопировать. Умеешь копировать? Нужно на этот код навести курсор и провести им, нажав левой стороной мышки, выделить черным. То есть заактивировать этот код для копирования. И нажми одновременно «Контрул плюс С» клавиши. Все, код скопировали. Вот он. Можешь тут и скопировать его сразу. Видите, сколько я пишу, время трачу только на один запрос. На один запрос. Я на пенсии, 77-й год. У меня времени абсолютно нет. Встаем в 4.40. Но я ложусь маленько пораньше. Сегодня я встал в 3. Кажется, в 15. Нужно на этот код навести курсор и провести им, нажав левой стороной мышки, выделить черным. То есть заактивировать этот код для копирования. И нажми одновременно. Ага, скопировали. Дальше. Все, код скопировали. Теперь на своей страничке, где ваше фото, там выше строка, где написано «Почта», «Мир», «Одноклассники». И по этой строке смотри вправо до конца. Там ваш почтовый код и рядом треугольник. Нажми на него. Выскочат надписи. Нажми на настройки. И смотри, там надпись сверху. Черный список. Нажми на него и внизу в графу пустую. Вставь курсор и вставь код нужного человека. Вставлять нужно так. Наведи курсор и одновременно нажми «Контрол плюс В». Все. И нажми «Добавить». Появится зеленая надпись, что он занесен в черный список. Он больше к вам и не заглянет. И ничего не сможет сделать. Не бойся его. Он и бессильный что-то сделать вам. Он наглый, принаглый и больной. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. А у меня ситуация наоборот. Я хоть и распространяю это видео с... С этим-то, которого она распространяет. Я даже имя его убрал. Молюсь за них с Виктором. А он держит меня, как врага своего в черном списке. Хотя я ничего плохого по отношению к нему не совершал. Это в нем засел рогатый и не дает покоя. Отталкивает от тех добрых слов в вашем общении. Вам понятно, что такое рогатый? Мы расстаемся. Митрополит Сергий в Потеряевке был. Я ему говорю. Он улыбается, обнимает и говорит, смотрите, владыка, чтобы нас заочно не разделили. Я знаю это. А то будут говорить... О, он засмеялся и говорит. Вот, говорит, уже, уже стучат. Это все в интернете выставлено. Такая дружеская беседа с митрополитом Алтайским, Барнаульским, Сергием Иванником была. Вот что такое рогатый. То есть демоны. Демоны. Он это видел и это говорит. Ну и что они... Даже, допустим, он человек в системе находится. Ему трудно. Ему скажут, будешь что-то, то тебя сейчас уберут. Я по этому претензий не имею. Да благословит его Господь. Мы согласились молиться до смертного часа друг о друге. Максим, который был против меня, епископ, выехал-то. За него я молюсь каждый день. Дальше. А Скуратовскому я написал, что дело не в братьях Лапкиных. Не в отстаивании вами, Скуратовске, позиции церкви. Это как бы из баптиста пришел. Баптист, засланный в православие. Так, он считает баптисты, церковь то другое. В Америке. Страшно озлобленные. Все, прелесть, прелесть. То есть он уже у православных понял два главных слова. Прелесть, гордыня. И везде прелесть, гордыня. Сатанинская прелесть, гордыня. А сам в этом плывет. Что интересно. Как Достоевский говорит, хочешь кого сильнее укорить, укоряй собственными грехами-то. И даже не в вашем обличении. Дело в вас, в ваших личных амбициях и не более. Вы из разряда людей, которые ничего не умеют прощать. Это отголоски в вас, в вашей принадлежности к баптистской секте. Я отвечаю. Да, так и есть. Вы правы. Александр Барьясов. Все оно по сути так и происходит. Все эти дыры сотканы из лицемерия. Трудно произносить, но так и есть. Посему вкрапляют туда большие доли и духовные составляющие, нередко третированные и искаженные. Духовной жизни не должно быть по компромиссам. А если это происходит, то у человека появляются два лица, две воли. Компромисс делает человека фарисеем. Раньше, во времена гонений, мир можно было разделить на христианский и языческий. А сегодня, уже порой трудно и определить, в какой среде, духовной, человек проживает. Посему, как язычество прет из всех уголочков. В таком состоянии мир перестает понимать молитву, и все дальше удаляется от Бога, не осознавая, что потеряв молитву, человечество потеряет Бога. Я где-то читал, что ложные знания – это исписанная доска, на которой невозможно уже ничего написать или изобразить. Так, с Украины пишут. Цихоцкий. Игнатий Тихонович, мир вам! Сегодня вызвал меня местный священник, отец Виктор, и предложил мне в доме престарелых проводить занятия по житиям святых. Время мне будут давать по 20 минут каждый раз. Контингентом в основном люди, вышедшие из ума. Я не мог ослушаться священника и дал добро на проведение занятий в доме престарелых. Что бы вы мне посоветовали? Какие жития святых выбрать для такой категории людей? Дальше. Ответ Игнатий. Я отвечаю. У них, может быть, нисколько не ниже свои жития. Ты им о Христе расскажи, чтобы было святое Евангелие у них и жили по Слову Божию. Вот видите как? Вот ответ. Что я сказал не так? Теперь вопросы и ответы, которые ко мне поступили. Вот. Вот смотрите, как я делаю. Вот когда захожу сюда, вот последнее. 318-й. Нет, тогда еще раньше надо 317-й взять. То там может что-то быть. 317-й нажал. Теперь я смотрю, какие поступили новые сведения. Этот у нас был. Этот был. Вот он написал. Тут я ответил. Это тоже. Вот она пишет. Вот она женщина. Как ее звать? Тина Невская. Как к этому относиться? Можно это в домашних условиях слушать и читать? Спасибо. А что там написано? Экзорцизм? Экзорцизм. Онлайн. Вот я уже ответил, который ответ. Получился маленько вперед. Вычет. Этот ответ. Дальше. Серафима Юсим. Слава Богу за все. Божьи планы лучше наших. Родной город Москва. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Очень прошу молитву о тяжко болящей рыбе Божьей Варваре. Да помилуй ты, Господь. В среду утром у нее операция. Девочка попала в автокатастрофу. Спасибо, Господи. Видите, как ей тяжело сейчас. Сейчас и дальше. Дальше еще одна страница. Это, которые пришли мне за день. Что тут? Михаил Кузьменко. Добрый день, Игнатий Тихонович. И вот тут что про вас пишут? Ну, это из Кызыльска. Там один из этой кодлы, патриаршей. Пишет, собирает везде. Неверующий человек, бесноватый. Вот видишь как? Он спрашивает. А я вчера ответил, что через две недели полный разбор будет. Так, Иосиф. Иосиф Панаитов. Игнатий Тихонович, что это такое тут пишут? Это правда? Интересно. Дали работу какую. Вот за то, что людей отрывает, даже за это будут отвечать. И опять указывает. Главное, профиль. И первый раз так присылает. Посмотри. Как будто бы приходят, они знают, что их арестуют. Уже заранее приготовились в камеру заходить. Вот опять тоже. Вот он что пишет. Тут кто-то, Дулевич какой-то и прочее. Но я знаю это. Видел его. Вот какой-то документ, якобы тут ни печати, ничего нет. И батюшка сказал на две недели отложить. То есть, во вчерашнем утре я уже объяснял это. Понятно от чего. Каноническая территория. Вот они порешили туда ни о Боге, ни о Библии, ни о моей спасении. Ничего этого нет. А они там делят территорию. Теперь вот мы вас туда передаем. А вы этих, которые мы передали, вы должны их признать. Иначе они вас убьют. Ну, банда. Как это может так быть? Такого никогда не было. Мы ничем не провинились. Ни перед Богом, ни перед людьми. Кто пишет? Лариса Сергей Гриневич. Лунинец, Беларусь. Игнатий Тихонович, спасибо. Только что смотрела видео ваше о глобализации с товарищем Николаем. Полтора часа как на одном дыхании. Видите, люди находят. Не все такие, как впереди пишут. Дальше. Дмитрий Мухамидиев. Мухамидиев. Город Санкт-Петербург. Дорогой отец Игнатий. Я Дмитрий Перепечко Мухамидиев. Из города Санкт-Петербург. Студент технологического колледжа питания. Учусь на профессию монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин, установок. Очень хочу дружбы с вами. Понимаете, вот какая у него специальность хорошая. Вот ребятишек. Вот я делаю печь, а рядом ребятишки подошли. И сосед тут. Печи я делаю в свободное время. И вот мужик спрашивает. Ну а ты стоишь. А пацанят такие, ну там четвертый класс, третий. А ты кем хочешь быть? Я космонавтом буду. Девчонка говорит, а ты кем будешь? Ну я как Алла Пугачева артисткой буду. Он говорит, нет. Первому парню говорит, ты будешь пьяницей, как твой отец шофер. А девчонки говорят, а ты будешь как мать твоя. Она запилась и чужих мужиков меняет. Дети стоят, рты раскрыли. А вот я в лагере спросил, кто кем хочет быть в лагере. Мальчик один. И говорит, а я буду работать в авторемонте. Ух ты. А почему? А я уже многое знаю. Папа у меня машины ремонтирует. Замечательно. И одна девочка говорит, а я буду ветеринаром. У меня мама ветеринар на птицепаблике. А вот вам, я говорю, пожениться надо. У вас всегда кусок хлеба будет. Понимаешь? Мне очень понравился этот юноша сразу. Фотография была сделана 25 августа 2015 года. Я пытался сделать свежие. Очень плохо получалось. Понимаете, какой я откровенный. Первый раз ко мне зашел. И смотрите, вот посмотрите на него. Какой открытый взгляд там. Он может врагом вашим быть. Да зачем мне на Божье-то? Сегодняшним днем я радуюсь. Вот это я. Ну а дальше он говорит такое, что я не мог разобраться. Вот стоят их ребята, где они учатся. И он написал. Это я с классом. Предпочитаю носить одежду черных цветов. Я в кожаной куртке, в черных штанах. Дальше кожаная куртка, дальше. Я недавно постригся и думаю зря. Не идет мне короткая стрижка. Можно будет как-нибудь в скайпе пообщаться. Я предпочитаю видеть человека и слышать человека. Тут как-то не то. Ну, ко мне если заходить, как вам разрешено, сначала буквами внизу написать, чтобы я ответил. По-латински Игнати, и после И еще У, и 10 вплотную, десятка. Все, ты уже зашел. Ну, будет хулиганин, значит, выкину. Вот я его не мог найти. В черных брюках тут несколько. Вот он. Вот этот вот. Да. Черные брюки, да? А я вижу, вот этот черный, думаю, постригся, наверное, надел на себя. Это он, похоже? Похоже. Он, да? Да, да, да. А как его звать-то? Дмитрий. То есть, Дмитрий, если мы познакомимся, ты у меня будешь не Дмитрий, а Митя. Раньше звали Митя. Ну, братья Карамаза на Митенька, Митя. Вот, такое дело. Ну, и все на этом. Больше у меня здесь не было ничего. Я хотел сказать, что вот выставляем здесь какие ролики. Вот, на наш заходите. Как писать. Сколько у нас ушло время? Неришку, чтобы взять-то. Сейчас прошел? Все. На этом. Я бы еще хотя бы отсюда несколько взять. Вот это несколько. Прочитай. Писем пришло. Светлана Крымская. Дорогой Игнатий, ты невероятный молодец. И там у твоих подопечных есть просто замечательные лица. Но я... Но это все же... Богем в... Хоть и не сильно грешное. С чувством, собственно, достоинства. Но все же и с хулиганством в душе. О, какие еще бывают. Вот прошлой ночью мне друзья прислали новую государственную хохму. Посмотри и выброси. Но от нашей гнусной жизни никуда не деться. С ней приходится бороться адекватными способами. Ольга Барнякова. Здравствуйте, Игнатий. Спасибо с Господи. Спасибо за фотографии. Детки чудные, как ангелы земные. С Новым Годом вас всех. Приход ваш. Я очень люблю Алтай. Низкий поклон. А вас попрошу помолиться за мою душу грешную. Бывает, нахлынет грусть и уныние. Два года назад у нас отец ушел из жизни. А у меня были большие скорби. И теперь мы вдвоем с мамой. Бывает непросто. Но самая тяжесть это нападки от родных. Они к Богу еще не пришли. А ты чувствуешь себя слабым и никчемным человеком. Ангел-охранитель Ольга. Дальше. Акрепида. Мэйлор. Здравствуйте, Игнатий. Нравятся ваши фото и ваша энергетика. Мне нравится, когда люди живут общиной. Все детки ухоженные и присмотренные. Но мне интересно, какую позицию вы занимаете в государстве. Ведь нужно не только построить общину по знакам Бога. По законам. По законам Бога. Нужно еще и построить государство по законам Бога. А этого я у вас, к сожалению, не увидел. Жаль. Ответ. Если вы серьезно задаете этот вопрос, то легко найдете мои ответы вот здесь. На моих сайтах и форуме. Да и в ютубе. Интересно, приезжает ко мне директор один здесь, красного магазина, Исаев. А мы сидим за столом, там под березой. Он такой зашел. Ой-ой-ой. Я говорю, а что? Какая у вас тут энергетика? Я говорю, какая энергетика? Мы сидим положительная, положительная. А вы разве не чувствуете? Нет. Интересно, ректор приходит на наши занятия. Ректор университета. Исигнеев Владимир Васильевич. Там такие у него звания докторские. Там, не знаю, побыл на занятиях у нас в университете техническом. И вышел. Он мне говорит, а что у вас за люди? Я говорю, да отовсюду. Городская администрация, КГБ, ФСБ. Тут и откуда только нету. Ну, двери-то открытые. Студенты. Какие лица у всех светятся. Вы разве не видите? Я говорю, нет. Да вы что? Вы же психолог такой. Я говорю, нет. Мы живем этим. И вот только ушел, приходит другой директор. Большого предприятия приезжает ко мне сюда. Ну, я-то зазомбировал весь город-то. А они сюда едут. Только зашел. А что у вас тут такое? Я сейчас даже могу сказать, это по таможенной службе какой-то там. И пришел помочь. На дом привез. Привез товары. Понимаете как? Вот что значит уметь зомбировать? Это здорово. Все директора в городе. Главный банкир за мной присылает машину и дает деньги на издание машины. А-то кто? Управляющий Сбербанком Алтайским. Ну, уже говорить даже страшно. Но это уже ни один зомбировщик этого не сделает. Мало того, я его зазомбировал. Ну, в Потеряевку поехал. И все фотографии, и все засняли. А-то председатель Демидовского фонда по литературе везде. И только одно повторяет. О-о-о. Сколько у вас талантов разных. Кто бы не пришел, они все. Ну, я их зазомбировал, они хвалят. Не думайте, что из меня идола сделали. Ну, я не знал, что сделали. Не делайте. Вот на этом прежнем занятии я сказал, не поминайте меня нигде. Ну, я буду за ширмой тогда стоять, как Фекла была. Она за ширмой разговаривала, чтобы красотой людей не смущать. А я своим зомбированием-то. Ну, еще одно. Прочитайте все. Валентина Масель. Приятно читать написанное другими словами то, что знал давно. Да. Людмила Курдий. Очень красивые фотографии. Спасибо с Господи. С наступающим праздником Рождества Христова. Мир вам. Спасение. Душевной благодати. Вот видите, все, что желают люди. Они еще не знают, кто я, какой волк тоталитарный. Они к Дворкину даже сходите. А что мне Дворкин скажет? Вот интересного было до конца. Он меня уже назвал этими словами. Там псевдо, псевдо. Он был здесь, приглашали, но не пошел навстречу. Приезжает сюда, тут клоун один был. Сергей Журавлев. Такое православие новое там все. Клоун. Самый настоящий. Таким его считает и патриархия. И был здесь. И мы переписывались. Но не пошел ни под каким видом навстречу. Ну, почему? Потому что у меня энергетика такая. Я говорю, если в вас Бог, а во мне Сатана, то Ян говорит, кто-то у нас больше того, кто в мире. Вы меня победите сразу. Тем более я никогда не воюю и не спорю. Запомните. Мое дело возвестить один раз истину. Все пока. О, пока говорили, кто-то пришел. Сейчас гляну. Ну, ладно. Хорошо. Навстречу. Ладно. На этом конец.